Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин Сейчас на мой балкон поставлю мой ноутбук Шикарная, сегодня такое солнышко, шикарная погода Совершенно шикарная погода, сейчас я вам покажу Хип-хоп, предлагаю записаться, прям хип-хоп Обратите внимание, на электрической будке Повесили объявление, хип-хоп Да, занимаются спортом, танцами, ходьбой Очень полезно, ох, смотрите, какая погодка шикарная Совершенно шикарная погода, бабье лето Как говорят в Петербурге, бабье лето С вами я Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин В общем, загрузила, загрузила я вчера В общем, загружала некоторые фотографии Кстати, загрузила тут фотографии Аж с моего детского, так скажем, моя детская фотография Детский сад Потом лет 10 или 11 мне Так что можно посмотреть на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмановна через Депис Мактум, Сайфудин через Депис Мои фото, начиная с 1977 года Это моя фотография еще в детском саду Так что вот Я так публикую там Две фотографии вместе Одна такая лет 10-11 Другая детский сад Так что вот Подборчику фотографий Сделала разно, совершенно разно Я и в Америке, и в Петергофе, и вообще-то Ну, вы понимаете, да? Посмотрела на флешки В общем, загружу некоторые фотографии В общем Пиарю себя Пиарю себя на моей странице Как арт-фотографа Не все фото, конечно, сделаны это мной Но большая часть из них Это мои фото Я их сама сделала Пиарю себя как арт-фотографа Так же, как блогера Так что вот Сейчас буду Ну, в общем Я обычно загружаю огромное количество видео На два мои канала в YouTube От Татьяны Салманом, Мактум, Сайфудин На русском, на английском языке Так что вот Два мои канала Там около 7 тысяч видео На каждом видео я Все эти видео мною загружены Так что вот Это 2018-19-20 И вот По сегодняшней Сегодня у нас 10 10 сентября 2021 год Как я там загрузила Ирину Роднину А, нет, Катарина Бит Все-таки, знаете Ирина Роднина мне не так запомнилась Как вот эта вот Катарина Бит Которую я вот вам загрузила Такая прям Посмотрите, какая она Загрузила ее Как-то она мне запомнилась Знаете, она вскидку даже сейчас Посмотреть не стала Она такая многократная чемпионка Я очень много раз Я много раз ее смотрела Кстати, какая внешность Знаете, вот эта вот Вот эта вот И знаете, как-то вот Ну, одет Соответственно, красиво Да, для фигурного катания Тем более Это вот эти Такие выступления А так, кстати Какая красивая Понимаете Успешная Многократная чемпионка Так что Я бы сказала И обратите внимание Может быть Это фигурное катание Пошло вперед Знаете, как там Вот посмотрите Как катается Ирина Роднина Со своим партнером Памзайцевым Да Это были далекие-далекие времена А может быть Это Знаете, есть же спортивное Фигурное катание А есть Второе Как же оно называется Да, вот это вот По типу Знаете, танец Знаете, такой танец На льду Одно спортивное Оно с прыжками А другое Оно более вот такое Даже забыла Я давно не смотрела Фигурное катание Пару раз смотрела Это я вам написала Что я в детстве Жила смотреть Будучи ребенком В советские времена Так что вот Ну, когда мне было Знаете, я не знаю Там Восемь, девять, десять Это одиннадцать То есть Это было очень давно Ну, со временем Тоже как-то я иногда Потом так Как бы иногда Так это просматривала Но уже так я не увлекалась Так что вот Хотя всегда И спорт Если показывали Там какое-то Вот Давали такое анонс Что вот будет Какое-то вот Фигурное катание То есть Не все, конечно Я смотрела Как-то мужчина Одиночек Я не любила смотреть Знаете А вот Женское фигурное катание Как же это Второе Это называется Одно спортивное Просто обратите внимание Как катается Вот эта вот Ирина Роднина Зайцева И как Катарина Вид Знаете, какая сила Как она красива Как силы Какая прыжки И со временем Если посмотреть То есть фигурное катание Так пошло вперед Знаете Это как Наверное Эти прыгуны Прыжки Куда-то там Я просто не интересуюсь Не знаю Вот Просто знаете Как там Берут Как-то новые горизонты Новые дистанции Прыгают на большие Ну там Через планки Там Или как-то Вот это вот Так что вот Я думаю Что фигурное катание Тоже Знаете Села бы Такие прыжки Потом там Двух Вот эти вот Знаете Потом знаете В три оборота Ну вот Потому что я давно Уже особо Так не интересуюсь Уже знаете Мне 49 лет И вот Было конечно Это вот так Как-то вот это вот Вот такие вот дела Я просто Знаете Я вам хотела Думала Знаете Вот это вот Как говорят Сейчас скажите Карта сокровища Столько информации Посмотришь в интернете И Джон Кеха И Наталья Правдина Карта сокровищ Понимаете Впитывать энергию Богатства В общем Вот это вот По Джону Кеха Вот А в советские времена Мы не знали Как я говорю Что это такая Интуитивная карта Сокровищ Какая-то вот такая Я вам еще раз написала Что Кому что нравится Кому-то нравится Знаете Кто играет в шахматы Кому нравится Знаете Там шахматистов Про шахматистов узнавать Вот А у меня было Два увлечения Я вот и была Фигурное катание Смотреть И в общем Такие фильмы Такие фильмы Вот загрузила Вот эту актрису Тамара Акулова Вот И конечно Лариса Удовиченко Это две советские Такие актрисы Много фильмов В общем Когда показывали По телевизору Фильмы Я очень любила Особенно Тамара Акулова Знаете Вот она в фильмах Играла Какие-то там Есть там один такой фильм У нее знаете Такие дутики Такое пальто О в отца Есть такие Какие-то вот дутики Я этот фильм Смотрела несколько раз И знаете Все Все думала Как-то быть похожей Думаю Знаете Когда я увидела Примерно Когда у меня Какие-то Какие-то деньги Такие Более-менее Появились Я подумала Примерно Такое пальто Куплю Или такие вот дутики Думаю Это как в фильме Я видела Как вот у нее Хотелось Хоть как-то Немножко похоже Быть на вот эту актрису Правда А у нее Такое пальто Было прямое Немножко Оверсайз Вот И такое же пальто Примерно у меня было Вот И покупала я Это пальто Помню Вот этот вот фильм Знаете Как она играет В этом фильме А в этом фильме Она играет Ну так В принципе Он не очень Знаете Она Понимаете Это не такой Это не голливудский фильм Это вам Не Анджелина Джули Вот Не голливудский фильм Вот эти такие Советские фильмы Знаете Какие-то Ну такая Про жизнь Знаете Советские фильмы Про жизнь Я бы сказала Вот Там просто показано И в принципе а там такой голливуд голливуд в общем как то вот это но знаете что там вот это вот в этом фильме в этом фильме это актриса тамая акулова она в общем ходила про купаться понимает вот что еще и запомнила в этом фильме вот она была спортсменкой в этом фильме она будет преподавала что какой-то спорт или что-то такое водное может вообще посмотреть это были 80-е годы в общем я смотрела на эти 70-е годы когда эти были когда это была олимпиада в 80-е времена это было очень давно так что вот она была преподавала спорт и купалась она как бы около дома был пророк и она там купалась потом одевалась в общем что то есть мы поняли да знаете вот эти закаливание знаете закаливаться общем как то вот то фильме а фильм такой я пути я бы не сказал что там как-то супер супер что-то такое понимаете и знаете такие на более интересные нападают советские времена нам показывали в основном по телевизору это советские фильмы и не помню чтобы нам показывали потом можно было индийское позже кино индийское можно посмотреть было в кинотеатрах индийские красивые фильмы какие-то в кинотеатрах они скоро смотрела тоже были далекие далекие восьмидесятые конец восьмидесятых годов вот такие вот зелана подумала знаете сейчас я уже знаете как это покушала потом думаю несколько может быть весь открыть белку не поставить стол в общем покушать в общем солнышко знаете думал вещи солнышко когда было дома и солнечные ванны потому что дома достаточно много днем то нормально на вечерами как прохладно особенно ночью у меня все закрыто днем проветриваю вот проветриваю что свежий воздух и вода когда солнце солнечная сторона а так конечно 17 градусов 16 17 градусов сегодня и шикарно 17 градусов и солнце вообще великолепно так что вот немножко так утеплился пожалуйста дыши свежим воздухом шикарнейшая погода а так конечно батарея не топится прохладно прохладно ночью все закрываем конечно все плотно тепло закрыть чтобы в общем но свежий воздух днем конечно шикарно шикарно так что вот такие вот дела а так буду загружать загружать мои у меня огромное количество видео заснято я в моем мейлинге с моими кошками материчкой по спируте так что сейчас переключила другой канал то я загружаю видео которое я вчера загрузила на мой канал другой ютуба потому что вот если это видео раньше выкручу то там я сделаю стоп и буду загружать это видео даже не знаю сейчас посмотрю а так буду смотреть фильм и вот конечно знаете вчера я сделала такой эксперимент я вообще смотрю знаете сколько там примерно 18 серий два сезона между нами девочки на сериал на самом деле сколько там было серии восемьдесят с чем-то серии и сериала крем так что зимой я смотрела где-то 90 серий сериала крем вот сказать что я смотрела q2 раз никто не противemin мыши CV по паровым смотрел так в принципе я смотрела сериал крем по телевизору один раз потом я посмотрела сериал крем по youtube он один раз Некоторые серии я пересмотрела Ну, 90 серий, вы понимаете, да, примерно 90 серий А здесь, между нами девочками Есть первый сезон и второй сезон Первый сезон примерно 18 серий И второй сезон 16 серий Которых я уже пересматриваю Ну, в общем, что? Пересматриваю, наверное, уже третий раз Третий раз уже, наверное, пересматриваю Правда, не все серии подряд, но, в общем, многие В общем, так это примерно там только получается До 35 серий, да, всего Ну, в общем, как говорится Потом я решила сравнить, понимаете Переключаю, например, на другие фильмы Вчера, знаете, смотрела С нашей вот этой актрисой Ленинградской, Санкт-Петербургской Алиса Френдли Как там вот это? Пятый десяток Фильм такой, пятый десяток Вот Я его не смотрела У меня открылся на Ютубе Я думаю, хорошо Сейчас я переключуся Переключу Между нами девочками Ладно, серию остановлю Открыла Ютуб Вот И смотрю У меня там фильм Высвечивался Пятый десяток Ну, вот Про женщину, которая работает в библиотеке У нее дочка Учится на актрису Так что вот Это какие-то такие времена Советские Времена советские Вы поняли, да? Это такой фильм советский Старый Каких-то 80-х годов Не раньше Ну, когда это Ларисе Как там ее Френдли Было около 40 лет Вот И там Сколько там Библиотекарь Там сказано Сколько получал Библиотекарь В советские времена Где-то 85 рублей Примерно 85 рублей А сколько стоила Кофточка симпатичная 30 рублей Вот Так-то очень интересно На самом деле И посмотрела я часть этого фильма Ну, вы понимаете, да? И, в общем, сравнила Ну, вот Вот так получилось Думаю, хорошо, ладно Для Как вот Думаю, хорошо Сейчас я Обычно Я никогда фильмы не смотрела Обычно смотришь Как-то в общем фильм Или Ну, знаете Я, в принципе, смотрю Такие только хорошие фильмы Положительные Такие, знаете Не Какие-то Не блокбастеры Не боевики Не Какие-то военные фильмы Я не смотрю Я могу смотреть Какие-то, знаете Сериалы про жизнь Там Знаете Вот такие Современные Сериалы про жизнь Вот Потому что Ну, или какие-то Советские фильмы Или что-то такое Позитивное Вы поняли, да? Какие-то комедии Французские комедии Французские фильмы То есть Такие, как бы Настройно-позитивные Если можно так сказать Или просто про жизнь Вот этот фильм Там Знаете Вот это Про этой женщине Библиотека Я не весь его посмотрела Я решила Думаю, ладно Сейчас я переключусь Раз он у меня высветился На ютубе Я посмотрела Наверное, полчаса Сорок минут В общем, депрессняк Дорогие друзья Просто депрессняк Показана женщина Которой сорок лет У нее дочка На актрису Вот И как ей дочка Говорит Там День рождения Должно было быть В общем Они Как раз Разменяла Пятый десяток Пригласила Там Друзей Френдов И дочку Хотела Там Розовую Кофточку Надеть А дочка Ей говорит Мама Дай мне Эту розовую Кофточку Я одену Она говорит У меня День рождения Это моя Кофточка Я одену Она Говорит А зачем Тебе Тебе Сорок лет А мне Два раза Омега Двадцать Так что Вот И там Такой Гость Приехал В этот Небольшой Городок Показанный Мужчина В библиотеку Примерно Такого Возраста По типу Я сразу Подумала Что это Может быть Женихом Для этой Фрэндлих Сороколетняя Такой Мужчина Лет Пятидесяти Приехал В эту Библиотеку В общем Приехал На какие-то Озер Что с рыбой Там связано Какой-то Специалист По рыбе Так что Вот Она В гостинице Не оказалось Вернее Это место Заняло Какой-то Там Который Лекции Читает Вы поняли Там сюжет Фильма Такой А Фрэндлих Предложила Комнату В коммуналке Вот Я сразу подумала Что это Возможный Жених Для этой Фрэндлих Вот Примерно Ее возраст Такой Привычный Мужчина У него Как в Москве Квартира Да Квартира Машина Что-то там Вне центре Вот А дочка Когда узнала Что у него Есть А дочка Учится В Москве Так что На актрису Приехала К ней на побывку Куда-то Там В провинцию А дочка Когда узнала Что у него В центре Квартира Машина А сразу Стала Дочка К нему Приставать И сказала Что такой Мужчина Такого возраста Ей она говорит А ему Что-то лет А она говорит Ой Такой мужчина Он вообще Без возраста Так что Вот Вот мужчина Мужчина Вообще В депрессию Впал Мужчина Впал В депрессию Я не буду Вам это О том Понимаете Может быть Он обидится Такой Депрессняк Мужчина А где у вас Этот стульчик Я не поняла В общем Это я В общем Мужчина Вы не обижайтесь Это я так Что-то Прямо смотрю Он так никогда Как-то вот это Скучает Он там Мужчина Скучал Такой фильм Заскучаешь Такой депрессняк Вот этот Вы поняли Вы поняли В общем И как-то Знаете День рождения Они начали С того Что помянем Помянем Тех Кого-то То есть На самом деле В общем Такое Советская Какая-то Советская Действительность Показана В общем Она ходит Эти книжи В общем Вы поняли Да Я как-то Посмотрела Полчаса Такой депрессняк А потом Думаю Нет Все-таки Я переключу На Посмотрю Еще Может быть В третий раз Еще Вот эту серию Между нами Девочками Вот А еще Посмотрите Вот Сравнивать А вот Что я бы хотела Сказать Когда смотришь С позиции Просто смотришь Ты просто смотришь А с позиции Того Как актеры Играют Мимика Жесты Как там Расставлена Мебелировка Понимаете А все Когда вот Смотришь Фильм Не успеваешь Посмотреть С первого раза Нужно Или ступ Кандер Делать Повторять Это Как бы Ну вот Смотришь Фильм А назад Перекручиваешь Перекручиваешь Вы поняли Да Или как-то еще Еще раз смотреть Я думаю Что эти великие режиссеры Или какие-то вот эти Они какие-то вот Не знаю Те фильмы Наверное Которые мне Они понравились Я думаю Что они их Много раз Пересматривают Это у меня Такое интуитивное Какое-то Вот это вот Потому что Когда я стала Вот с такой позиции Смотреть Я стала Различать Смотрю Эту серию Я смотрела Ну я как смотрела Я смотрю на актеров Как они играют Там же Сразу Понимаете Вот этот кадр идет Вот понимаете Посмотреть на актеров Как они играют А вот там Мобилиров Как встал Как там все поставлено Понимаете Это как бы Не успеть в принципе Как-то вот Охватить Ну в принципе Если какой-то отдельный кадр То конечно можно Вот Ну с позиции Короче Когда я стала Пересматривать Уже в такой Другой позиции Я там Таких много Нюансов увидела И сравнивая И сравнивая Вот эту вот Сорокалетнюю Разменяла Пятый десяток Разменяла Пятый десяток Сорокалетнюю Эту Фрэндлих Который играет В этом фильме И шестидесятилетнюю И Радю Степановну Понимаете А между ними Еще двадцать лет Вы поняли Да Вы поняли Идею Это Она Ей всего лишь Сорок Она работает В библиотеке А Эри Степановне Шестьдесят Так что Вот И конечно Этот депрессняк Я выключила И подумала Ну В принципе Я не знаю Конечно Вот Как там Или рассмотреть В качестве советских времен Сколько там Что Сколько там Стоило Или в общем Знаете Какие-то такие Отношения Что-то там Такое Какой-то такой Позиции Смотреть Такой депрессняк В общем Этих фильмов Вот Или как-то Сравнивать Понимаете Сравнивать Понимаете Этих актрис И тех актрис То есть В таком режиме Посмотреть Так что И вот Так что Я сначала Как говорится Приготовлю тебе обед Обед-ужин Как в Парижах Вот такие Делаем Чуть позже А так Буду Буду Вот Смотреть Еще серия Между нами Девочками Я кстати Подумала Знаете Как там Закончено Должны были Третий сезон Еще Вроде как Год назад Отснять Как-то Будет Нету На ютубе Ну Я не знаю Показывали По телевизору Третий сезон Потому что Там Закончили Закончено 16 серии Да Второй сезон Вот Так что Вот Позитива В общем Как есть Тем более Еще нужно Посмотреть Записывайте Мой ноутбук Это видео Потому что Я сама В общем Я такая Рассуждаю Хотела сделать Такий Шортшот Потому что Я такая Рассуждаю В общем Сейчас я вам Покажу Вид Вид на улице Хорошая пора Время кататься На университетах Ни холодно Ни жарко Ни вспотеете В принципе Но если В общем Далеко Не поедете Люди Вот гуляют Так что Вот С вами я Затем Салмана Мактум Сайфу Дин Творческая Студия Позитивного Мышления Силы Позитивной Мысли Ну такие Вот дела А Сейчас Там еще Раунд Сейчас Я вам Покажу Тут Раунд На моей Королевской Кровати Буду Смотреть Смотреть Сериал Пересматривать Сейчас Посмотрю Загрузилась Это видео Или нет Не загрузилась То уже Позже Я буду Загружать Ну да Пишешь Еще 20 минут Тогда Сейчас Я делаю Стоп Так что Вот О Сейчас 17 часов И 17 минут Показывает Мой Компьютер Смотрите 17 часов И 17 минут Так что Вот Видео Еще Не загрузилось Сейчас Я сделаю Там В общем Это Загружу Это видео На мой Канал Ютуба Татьяна Салмана Мактум Сайфудин Это канал У меня На английском Языке Вот И на Мою Страницу Вконтакте Татьяна Салмана Через дефис Мактум Сайфудин Через дефис Понтак Мактум Талии Татьяна Тем tiveль Продолж Подписывайтесь Продолжение следует...